Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 3 июня. О, забыла сказать огородная азбука. Огородная азбука 3 июня. Еще не проснулась. Я сегодня встала очень-очень рано. Вы видите, еще у нас даже темно. Короче, встала в 5 часов в 6. Это есть такое выражение, ни свет, ни заря. Еще действительно, ни света нет никакого, темновато. Для чего я так рано встала? Конечно, чтобы сделать обработку вот этих томатов, томатного поля. Не могу никак. У нас аномальная жара. И вот я говорила, что мне нужно обработать вот эти томаты от колорадских жуков. Вчера опять нашла очень много кладок и яиц, очень много жуков. Я понимаю, что вручную по одному мне их не найти. Они пушистые, они там томаты. И они там прячутся в листве. И вчера до самого позднего вечера обработать не могла из-за жары. Потом вечером поднялся ветерок. В ветреную погоду тоже нельзя обрабатывать. Ну, сносит все это средство. Думаю, встану-ка я пораньше, прям часов в 5. Ну, как задумала, так и сделала. Встала, опять не то. Накрапывает дождик. Видите, дорожки немножко мокрые. И если посмотреть на небо, небо такое, ну, предвещающее дождь. Поэтому опять не смогу сейчас обрызгать от колорадских жуков. Ну, эти маленькие существа, они, наверное, сидят и молятся. Хоть бы погода была плохая. Дождик, чтобы хозяйка не вышла и не опрыскала наши домики, как второй. Сейчас я расскажу о подкормках. Я с 1 июня начала подкормки. И вот в течение двух дней я то одно место, то другое подкармливала. И тот, кто смотрит мои видео, он, вероятно, уже понял. Я специально показываю разные места и разные способы подкормок, обработок. Для того, чтобы особенно начинающие поняли, что, как я уже говорила, одинаково ко всему огороду относиться не надо. Потому что мало у кого бывает, чтобы во всем огороде были растения в одной фазе и в одинаковых условиях, и в одинаковом состоянии внешнего вида. Сейчас я быстро пробегусь, расскажу, где что уже сделала. Ну, сделать я за два дня успела, конечно, не очень много. Те растения, которые чувствуют себя хорошо, у которых пышет зеленая масса, я сделала борное опрыскивание, потому что они массово цветут, и сделала подкормку органическую гумии. Это вот в трех теплицах, а на улице подкормила хиленькие. Вот этих хиленьких я сделала поддерживающую подкормку минеральным удобрением с повышенным содержанием азота. Так что вот я сделала пока что два вида подкормок. Одна из них легкая, органическая в теплицах. А второй вид, это вот эта поддерживающая для наращивания зеленой массы с повышенным содержанием азота. Еще будет для томатов, которые в среднем состоянии, которые не очень не пышут так, как в теплицах, но и не такие хилые, как здесь. Сегодня буду делать. И еще буду делать в последнюю очередь подкормку в теплице с подогревом, где уже у меня плоды висят полноценные, полноразмерные, которые уже, ну, некоторые есть в последней стадии, уже дальше будет только созревание. Все. Там я, скорее всего, подкормлю их барафоской. Там я вообще к ним не заходила, у меня же была все высадка, высадка, высадка. И получилось, что они самые обделенные, ничего с ними я еще не делала. И у кого-то первая подкормка будет вот через неделю, через 10 дней после высадки, а у них получился длительный срок, они просидели безо всего. Там даже капельного полива не было. Ну, будем теперь как-то восполнять чем-то, нужно их тоже побаловать вкусненьким. Кстати, вот эти насекомые, про которых я говорила, добрались до моих огурцов. Сейчас иду и смотрю на огурцах. В одном месте сидит, в другом сидит. Вот в третьем, уже три увидела. Сняла, раздавила. Что это, интересно, за штучка такая? То ли она будет жрать огурцы. Огурцы не хотелось бы обрабатывать химией. Их уже скоро кушать. Они разрослись хорошо. Если что, придется обрабатывать фитовермом. Очень много вопросов про прополку. Как пропалывают такую большую территорию. Я сейчас хочу заметить, вот самая идеальная прополка, это после дождя. Когда чуть-чуть-чуть землю смачивают. Вот сегодня нужно хотя бы по каким-то рядам. Видите, трава уже начинает расти. Нужно проползти и выдернуть траву. До этого я еще не полола, но она, в принципе, и не росла. Потому что, смотрите, видите, у нас какая ситуация из-за аномальной жары. Вот даже потресканная земля. Земля была такая сухая, вот в междурядьях, что у травы не было шансов. Она даже еще не взошла. Потому что в сухой земле семена, вероятно, лежат и не всходят. Сейчас вот дождик прошел. Пойдет массовый рост вот этих сорняков. Буду полоть всякое вручную и маленькими тяпочками, вот этими скребушками. И затирку делать, когда она маленькая. Но до этого, вот уже полтора месяца, как работаем в огороде, травы не было из-за жары. Она просто, у нее не было шансов вырасти. И все междурядья были чистые. Вот еще один плюс аномальной жары. Вообще, если честно, посидели мы в шкуре, южан, поработали на жаре. И я уже думаю, так, верните нам нашу сибирскую погоду. В жару тоже очень тяжело. И работать тяжело. И растениям тяжело. Но ничего. Побыли один раз мы с жарким климатом. Так, я сейчас закончу. Мне нужно быстро идти обрабатывать, пока не вышло солнышко. Я вот подумала, дождик прекратился. Там же всего нужно два часа растениям, для того, чтобы они усвоили. Всегда пишут, за два часа до дождя что-то погода меняется. Однако я пойду все-таки брызгать. До свидания. Быстро так закруглилась. Планы поменялись. Хоть два ряда, но обработаю. Да, погода играется со мной. Смотрите, недавно был дождь, только решила опрыскивать. Моментально выглянуло солнце, сразу стало жарко. Но жуки-счастливчики еще день проживут. Я скажу сейчас, раз обрабатывать не буду сегодня, я скажу сейчас вам несколько слов о подкормках. Вот сейчас я день за днем локально где-то подкармливаю. Где-то посильнее, как я уже говорила. Вы видео уже теперь, наверное, увидели. Поддерживающее вот это с повышенным содержанием азота. Где-то просто легкая гуми. И я все эти специально в отдельные видео вывела, чтобы начинающие огородники поняли, что где-то можно обойтись и без подкормки. Но где-то подкормка просто необходима, потому что у нас у всех разные условия. И климатические, и при высадке. И, конечно, я всегда говорю, что если есть возможность, вот высадили растение, плохо оно выглядит, я всегда говорю, ждите 7-10 дней. Если в течение 7 или 10 дней подойдете, и внешний вид его вас не устраивает, то, конечно, лучше ему помочь, подкормить его. Потому что, возможно, как, еще раз повторюсь, возможно, в грунт вы ничего не добавили, возможно, земля у вас бедная. И вот самоходом он будет очень долго восстанавливаться, вот наращивать зеленую массу, там крепнуть, толстеть. В это время его ровесники уйдут далеко вперед, и получится, и посадки неравномерные, и он будет отсталый. Но все это нужно подходить к каждому растению индивидуально. Вы видели, что у меня разные участки, вот, например, я сказала про этих, которые прям колосятся, что им ничего и не нужно. И, возможно, в этом году я обойду их стороной, потому что пока я дохликов сейчас подкармливаю, пока я там в теплице, где уже крупные плоды висят, подкармливаю, потому что им уже нужно, там уже скоро будет созревание плодов, а они еще ничего не получили. Пока я там провожусь, пока я сям провожусь, и, возможно, потом я уже посмотрю, что и нет смысла их подкармливать. Они уже хорошо выглядят. Ну, в смысле, уже у них все хорошо. Но это с тем условием, что я же осенью грунт все-таки удобряла, подкармливала. И вот у меня произойдет так. Кому-то дам усиленно, кому-то вообще ничего не дам, кому-то просто вот такие легкая органика. И вы должны понимать, что где-то подкормка необходима, а где-то можно просто подождать. Если почва хорошая, если условия погодные хорошие, он и сам догонит своих ровесников. Все, я надеюсь, правильно, как доступно выразила свою мысль, почему я так вот подробно. Вот сейчас кто-то будет смотреть. А подкормки для слабых и, как сказать, отстающих томатов. Целых 20 минут. Я там все показываю, все рассказываю. Кому-то это вот прям, кого-то это бесит, что вот такие длинные видеоролики пишут сегодня опять. Ой, то да потому, то да потому. Вы не забывайте, у всех разная степень информированности и разная степень понимания того, зачем мы это делаем, а почему тут мы не делаем, а почему это не. И я, конечно, все видеоролики в первую очередь направлены на начинающих, которые вот зашли в огород, встали вот так перед этими томатами и думают, а что же с ними делать, почему они не растут. Именно поэтому ролики длинные про подкормки, ролики очень подробные, может быть, даже какие-то нудные, занудные. Но подкормка, это не шутка. И я всегда говорю, что я их не люблю. Но я не люблю их из-за труда, из-за этой трудоемкости, что вот нужно ходить с ведрами, разливать все. Но я понимаю их необходимость, что некоторым томатам без весенней подкормки, особенно вот в нашем сибирском регионе, это хорошо нынче вот так вот, все тепло-светло, а когда подмерзшие, а когда вот сгоревшие какие-то, подмороженные, иногда без подкормки, в сложных регионах, в зонах рискованного земледелия, получить хороший урожай невозможно. И это мы должны понимать. И должны вот к таким подкормкам, к весенним, именно вот после высадки, относиться лояльно, потому что кому-то она просто необходима. Ну а где и так все хорошо? Конечно, можно и не подкармливать. Лишний раз никто не любит. Во-первых, это и материально затратно, нужно покупать средства, и это и трудозатратно, и какие-то лишние вмешательства, не хотят люди в огород, ну что-то туда добавлять, потому что не знают, как это потом скажется на плодах. Конечно, лишний раз подкормки делать никто не хочет, но иногда они нужны. Все, вот теперь точно до свидания. Пошла работать. Вот, кстати, глаз упал вот на эти скороспелки. Я хочу сказать, а какие это томаты? Им вообще не нужны подкормки. Пока я собиралась подкармливать туда-сюда, вот эти вот у меня в ведрах кашпо, они уже сформировали свой урожай, сейчас будут спеть. Тут у меня вот шутли уже не спеет. Чудо лентяя, вот это Ляна, ранние 83. Какая им подкормка? У них короткая жизнь, им и так все хорошо. Вот такие, конечно, я не подкармливаю. Я не подкармливаю и на заваленках, в ведрах вот в этих вот, потому что они, у них короткая жизнь, они раз сейчас я поспеют, мы их съедим, и все. Спасибо.